Рекламно-информационная программа Крупный план Два часа дня в нашем городе. Программа Крупный план. Меня зовут Владимир Сметанин. И Крупным планом сегодня в нашей студии Юлия Суханова, руководитель юридической компании «Цезарь Консалт». Юлия, добрый день. Добрый день. Были анонсы нашей сегодняшней встречи, нашего разговора. Мы будем говорить о налогах. В первую очередь я заостряю внимание представителей бизнеса на этой программе. Возможно, вы найдете многие ответы здесь на свои вопросы. Ну что, значит, возможно. Я надеюсь очень на это. И, кроме того, будет работать телефон прямого эфира 211-101. Если у вас срочно какие-то вопросы, уточнения, вы можете задавать к специалисту. Еще раз напоминаю, Юлия Суханова, руководитель юридической компании «Цезарь Консалт». Раз мы будем говорить о налогах, тут стоит, наверное, напомнить, что имущественные налоги сейчас как раз-таки тот самый период, когда их нужно платить. До начала декабря нужно успеть это сделать. Тему сегодняшней встречи нашей я бы означил следующим образом. Налоговые интересуются. Какую стратегию взаимодействия с налоговой службой выбрать, чтобы не остаться у разбитого корыта? Это уже и вопрос такой в теме заявленный. Прокомментируйте, Юля, пожалуйста, какую стратегию? Стратегию. Во-первых, я бы сказала, что взаимодействовать с налоговой службой нужно. Бегать куда-то, прятаться, скрываться. Не в то время мы живем уже, этого не нужно. Ни в коем случае это я никому не советую никогда. Взаимодействовать нужно, но стратегию взаимодействия сейчас у нас выстроено все в системе власти подчинения. Несмотря на то, что налоговые органы предлагают переходить к партнерским отношениям, налоговые органы и политика государства в принципе в целом мы называем все партнерами друг друга, но в то же время у нас налоговая указывает, делайте так, делайте так. Какого-то права выбора нам не дается. На самом деле хотелось бы перейти все-таки к взаимодействию, когда слышат налогоплательщика. Когда не только говорят ему сделай вот так, когда он говорит я хочу сделать вот так и мотивирует это. И, соответственно, налоговая принимает. Идите навстречу, если вы хотите больше, то я хочу видеть, что и вы действительно лояльно ко мне настроены. И тогда уже мы выйдем на какой-то уровень. Диалог, чтобы сейчас это все в формате монологов все-таки. Диктовка, диктовка. Нам диктуют, к сожалению. Хорошо, давайте сразу предлагаю напомнить об ответственности за уход от налогов, которые сейчас существуют в нашей стране. И конкретные примеры тоже бы хотелось узнать. Заблуждения самые встречающиеся. Давайте начнем сразу, как говорится, съедим лягушку. Начнем с самого неприятного. Ответственность, то, что все у нас боятся и не любят. Ответственность предусмотрена в разных формах. Во-первых, налоговым кодексом у нас предусмотрена налоговая ответственность за налоговое правонарушение. Это пение и штрафы. Пение поставки. Это сразу же то, что включается. Это то, что включается. Допустим, вам доначислили определенную сумму налога. Пение начинает начисляться с той даты, когда у вас обязанность по уплате этого налога возникла. То есть, поскольку проверка, скажем, допустим, берем выездную за период трех предыдущих лет. Вы там три года назад не заплатили какой-то налог. Вот начнет пение течь с того периода. Штраф начисляется единовременно на сумму недоимки. Пение сюда уже не включается. Это только чистый налог неуплаченный. Штраф у нас двух размеров кодексом предусмотрен. 20% и 40%. 40% назначается штраф только в том случае, если будет установлено, что налогоплательщик действовал умышленно, использовал какие-то схемы уклонения от уплаты налогов, использовал однодневки, офшоры, номинальных директоров какие-то. Соответственно, исходя из этого, уже руководитель решает привлекать к ответственности 20% давать, либо 40%. Насколько это часто встречается в нашем городе, в нашем регионе, судя по практике компании Cazer Consult? Штрафы назначаются всегда. Даже это вытекает из самого понятия, когда вы получаете по итогам акта решение. Решение называется «О привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения». Пеня будет 100% всегда. Штраф назначается всегда. Единственное, что размер штрафа в 99% случаев уменьшается. Максимальная практика... Это с чем связано? Это есть в налоговом кодексе смягчающие обстоятельства определенные. Их очень большой перечень, я их озвучивать не буду, но они есть. То есть мы заявляем ходатайство, допустим, и просим, что действительно налогоплательщик совершил определенное нарушение, но он сделал это неумышленно, во-первых, добросовестно заблуждался. Еще какие-то факторы влияют, тяжелое материальное положение, что-то еще. И уже руководитель принимает решение во сколько раз снизить. Критериев никаких нет. Это все добрая воля, скажем так, руководителя инспекции, либо замначальника инспекции, кто рассматривает материалы проверки, он уже снижает штрафные санкции. Вполне актуально снижение в 20 и более раз это тоже существует. Но надо здесь не лениться, представлять все-таки пакет определенных доказательств, что вы не на пустом месте, вот нам захотелось снисти, пожалуйста. Но надо поработать немножко. Насколько эти мировоздействия эффективны, после которых действительно налогоплательщик начинает рассчитываться? Вы знаете, вот здесь все зависит от желания. Скажем так, если желание есть, то налогоплательщик при любых мерах воздействия захочет рассчитаться. Если желания нет, то некоторых и уголовная ответственность не смущает. Я сейчас к ней как раз перейду. Давайте к уголовной. Уголовная ответственность у нас предусмотрена уголовным кодексом. Две статьи мы имеем. Это 198-я для физических лиц, она же для индивидуальных предпринимателей применяется. И 199-я Уголовного кодекса, она применяется для юридических лиц. Но поскольку юридическое лицо – это некая мифическая такая вещь, это не субъект преступления. Субъектом может быть только живой человек, физическое лицо. Гражданин конкретно, да. Конкретный гражданин. Зачастую это все-таки руководитель компании. Да, но есть практика привлечения к уголовной ответственности по 199-й статье, в том числе и юристов, и бухгалтеров, и иных контролирующих лиц, которые принимали решения, именно которые повлекли неуплату налогов. Да, такая практика имеется. Она не такая обширная, как… Проще всего, конечно, привлечь руководителя, потому что им большинство документов подписываются, сделки заключаются и прочее. Но как-то вот некоторые следователи у нас, следственные комитеты, либо полиция, когда изначально этим заниматься начинает, очень детально подходят и выясняют, кто же все-таки виноват. Но это правильный подход, потому что не всегда, если, допустим, есть штатный юрист, который предложил руководителю внедрить определенную схему оптимизации, а она повлекла вот эти негативные последствия, да, руководитель, он определенно несет ответственность за это. Но все-таки согласитесь, что он может не иметь юридического образования, может не понимать последствия, а юрист обязан это делать. И привлекать здесь только директора, ну, наверное, неправильно. А рецидивов много, когда из раза в раз люди попадаются на неуплате? Бывают, но это не очень, скажем так, изначально чистые, наверное, на руку люди, которые преследуют своей целью все-таки именно уклонение от уплаты налогов, да, желание там побольше заработать. Ну, сейчас с этим, скажем так, посложнее стало. Контроль все-таки более жесткий, более детальный, сложности определенные есть. Вот про ответственность еще хотелось бы про размер сказать. Уголовная ответственность, она наступает только за крупный, особо крупный размер, да. Это сколько? Это для физики. Конкретная сумма? Да, конечно, кодексом установлено, для физических лиц идет 900 тысяч рублей, да, сумма неуплаченных налогов. Ну, там есть определенные критерии, как это считается, мы, я думаю, не будем сейчас в это вдаваться, это долго. Времени, да, у нас не хватит, к сожалению. Да, времени у нас, к сожалению, не хватит. Что касается бизнеса, то для юридических лиц, для руководящего состава, для прочих субъектов, кто по 99-й привлекается, там уже идет крупный размер от 5 миллионов, особо крупный от 15 миллионов. Эту планку подняли вот пару лет назад, когда у нас президент, ну, скажем так, ввел определенный мораторий на проверки. Конечно, удивительно, что проверок после этого стало больше, но... Это факт, да. Но как бы это имеет место быть. Кашмарит бизнес после соответствующей фразы почему-то стали больше. Почему-то стали больше. Ну, видимо, услышали не так. Не будем, я думаю, об этом рассуждать, но вот как-то интересно было очень вот так. Это что касается ответственности. Ну, может быть, она еще иногда выражаться в каких-то гражданскоправовых последствиях, потому что налоговая в рамках доначислений, в рамках своих же решений их исполнения, может оспаривать какие-то сделки, да, там, признавать их мнимыми еще какими-то. То есть можно где-то имущественно пострадать, да, компанией, либо физическим лицам. Это тоже аспект надо рассматривать, надо иметь в виду, что не самые приятные бывают последствия. Правда ли, что в среде бизнесменов, ну, так, не очень, может быть, это распространено, но все-таки бытует ошибочная точка зрения о том, что если бизнес ликвидировать, закрыть юролицо, то тем самым ты от налогов освобождаешься. Если вы понимаете, под ликвидацией официальное закрытие, ну, официальное, допустим, вы подали все формы, у вас налоговая посмотрела, что все в порядке, ликвидировала, вы вышли из реестра, тогда, конечно, никаких последствий быть не может, потому что правоспособность прекращается. Но у нас зачастую еще многие путают ликвидацию и так называемую реорганизацию, когда фирму уводят в другой регион, меняют руководящий состав, меняют участников, думая, что это, скажем так, спасет от ответственности. Название, может быть, меняется тоже. В народе это называется слить фирму, слить фирму, да, не помогает. Не помогает. Если есть активы, сейчас ведь у нас действует субсидиарная ответственность. Учредителей. Закон вводит в понятие контролирующее лицо. Это может быть вообще сторонний человек, да, стороннее физическое лицо, которое, ну, грубо говоря, вот он открыл там несколько фирм на номинальных учредителей, номинальных директоров, но бенефициаром, выгодоприобретателем, да, либо выгодоприобретателем является именно он. И вот сейчас основная цель налоговой устанавливать вот этих вот контролирующих лиц, кто все-таки деньги-то получает, да, потому что бизнес идет, идет, но они видят по факту, что вот люди-то, кто задействован в этом бизнесе, что-то как-то у них и дохода-то нет, ни машин, ничего подобного, да, и как-то живут-то скромненько. А вот некоторые люди, которые там где-то в стороночке, очень даже и процветают, да. Это сейчас основная цель, выявлять выгодоприобретателей, бенефициаров. Соответственно, это не спасает, но только в том случае, если действительно есть что взять. Если налоговая отслеживает всю цепочку, куда там слили, но куда-то активы же сначала выводятся, прежде чем сливать фирму, никто же ее не будет сливать с активами, правильно? Сначала куда-то происходит отчуждение имущества, денежные средства какими-то транзакциями выводятся. Если вот эта картинка очень красивая, и все это можно развернуть, а налоговая имеет на это право, тогда, конечно, шансы на выездную проверку, они есть. Здесь надо смотреть объемы, надо смотреть риски определенные. Не может не спасти. Но это, опять же, как повезет. В общем, это мы возвращаемся к тому вопросу, который вначале прозвучал. Какую стратегию вызвать? Вот так не поступать, видимо? Смысла нет. Не пытаться вводить замысел налоговую, а в открытую пытаться выстраивать диалог все-таки. Можно ведь. Многие это делают для того, что фирма, допустим, три года отработала, ее там куда-то, что-то с ней сделали, активы вывели, открыли новую. На самом деле есть предприятия, которые работают еще с 90-х годов, еще даже там при очень старых временах, особенно всякие производственные кооперативы, которые еще с 900 зеленых времен существуют, они работают, и у них может не быть вообще выездных проверок. Потому что они взаимодействуют с налоговой, они своевременно реагируют на требования, они не попадают в факторы риска, есть определенные факторы, по которым предприятие рискованное. Зачастую у таких предприятий есть, понятно, уже своя репутация, своя клиентская база, и они дорожат своим именем, и им ни к чему, наверное, какие-то налоговые скандалы вокруг их имени. А если мы говорим о бизнесе, то все-таки для любого бизнеса, наверное, важно имя, важна репутация. И перспектива, а если фирма приходит на рынок для каких-то определенных операций, однодневкам сейчас очень тяжело живется, когда СКНДС ввели у нас систему, у нас сейчас вторая действует, в Москве уже вовсю тестируется третья, то есть очень тяжело, смысл в однодневках уже, она допадает просто, потому что у вас ни вычеты не возьмут, ничего не возьмется, деньги прогнать, банки сейчас блокируют, 115-й федеральный закон у нас расширили настолько, что просто вот по щелчку пальцев у тебя блокируется счет, и имеется при том, конечно, 115-й закон, он предусматривает критерии подозрительных сделок, определенных, подлежащих обязательному контролю, и банки просто все, они блокируют, и будь добр, доказать, откуда у тебя деньги. Есть практика в Москве, случай был, когда очень большую сумму денег не смог клиент подтвердить, откуда у него деньги, они были обращены в доход государства. О, замечательный случай. Это, конечно, исключение, но, вы знаете, неприятный прецедент, потому что никто не застрахован сейчас. И я бы, конечно, бизнесу рекомендовала не рисковать такими вещами, что искать другие способы получения, ну, основные ведь моменты, там, наличные денежные средства, нужно что-то еще, как-то подстраиваться сейчас, здесь больше даже не выстраивать, наверное, взаимодействие с налоговой службой надо, сколько выстраивать взаимодействие с своими контрагентами, и выходить уже всем в какие-то определенные рамки, чтобы сподвигать друг друга работать нормально, да, то есть, потому что зачастую бизнес во многих сферах, он вынужден подстраиваться под контрагентов. Это, допустим, тот же лес мы возьмем, да, у нас очень-очень обширная практика закупа так называемого черного леса, но без него, ну, не могут, не может бизнес отсуществовать, потому что надо же где-то брать, а продают только в черном. Это проблема. Да, хорошо, я напоминаю, что мы беседуем с Юлией Сухановой, руководителем юридической компании «Цезарь Консал». Давайте сейчас обсудим то, что неоднократно, да, мы уже здесь произносили, налоговая проверка. Что это такое, разновидности проверок, основания для этих проверок? Ну, налоговая проверка, форма налогового контроля, она бывает у нас в двух видах, это выездная и камеральная проверка. Камеральная проверка по итогам с данных деклараций проводится, выездная же проверка проводится по итогам трех предшествующих лет, да, допустим, сейчас у нас 18-й год, соответственно, могут проверить 17-й, 16-й и 15-й, если назначают решение в этом году, допустим, ну и так далее, по той же логике. И выездная проверка, конечно, форма более глубокого контроля, там уже детально все исследуется, по срокам она ограничена, два месяца идет на непосредственное пребывание налоговой службы на территории налогоплательщика, но этот срок пресекается сроком приостановления, максимальный срок приостановления 6 месяцев составляет, ну не более 6 месяцев, это на запросы контрагентам, это на допросы, налоговая служба использует для того, чтобы собрать определенные доказательства. А какие ключевые моменты нужно обратить внимание на ваш профессиональный взгляд в ходе выездной проверки, когда специалисты налоговой службы уже непосредственно на предприятии и запрашивают в том числе документы и так далее? Конечно, вот самое важное изначально, чтобы документы были в порядке. Во-первых, чтобы они были. Очень часто бывает такое, что пришла проверка, мне звонят клиенты, приходите, помогайте, сопровождайте. То есть ты приходишь, у инспекции сразу же вместе с решением о проведении проверки вручает тебе требования, на которые есть срок 10 дней, чтобы представить очень большой объем за 3 года документов, а они пишут сразу 3 года, они не разбивают эти требования на этапы. И ты начинаешь смотреть и понимаешь, что половины договоров нет. Потому что просто заключили, по факту-то он исполнен, а бумажки кто-то не передал, кто-то забыл там у контрагента, либо подписан, не пойми как. Разная была жизненная ситуация, да? Абсолютно, да. В общем, бардак в документах на большинстве предприятий. Вот этого, конечно, допускать нельзя, потому что очень много на самом деле доначислений возникает, особенно по НДС, когда какие-то разночтения в документах мы имеем. Допустим, протокол согласования цены такой в договоре, в счете фактуре абсолютно другая цена за объем поставленный. Налоговая считает это несоответствием документов и говорит вычеты неправомерно вами заявлены. Она всегда трактует эти вопросы в свою пользу, да? Абсолютно всегда. Иногда просто диву даешься, как можно норму права перевернуть, если очень хочется. Ну вот они у нас такие толкователи закона, скажем так, определенно. Отсюда вытекает первый совет. С документами должно быть все в порядке. С документами должно быть. Вся история, по любой сделке, по любому движению, все это должно храниться. Все это должно храниться. Должен вестись учет, конечно. К любой сделке, которую вы совершили, должен быть определенный комплект документов. Всегда. Дальше. Дальше. Второй момент. Налоговая начинает вести диалог с работниками. Такие диалоги надо, естественно, пресекать, потому что они пытаются какой-то душевной беседой выудить определенную информацию, которую, скажем так, работник не всегда может преподнести правильно. Он не знает детали какого-то соглашения, какой-то сделки. А они начинают спрашивать работников, а потом и допрашивают, что под протокол, по каким-то обстоятельствам заключения договоров. Вы же понимаете, что рядовой сотрудник стоит там где-то у станка. Да он знать этого не знает. Но они используют дальше эти протоколы допросов. Работник досочинять может очень много чего. Вот потому что он считает так. Его спросили, он думает, а, наверное, вот при таких обстоятельствах, я же что-то слышал, ну, слухи-то ходили, при таких обстоятельствах была заключена сделка. И мы в дальнейшем имеем потом эти протоколы допросов в качестве доказательств, которые нам говорят, а вот работники-то сказали, что было вот так. И мы начинаем здесь обратно говорить. Это вот когда сопровождение, допустим, нет в ходе проверки, да, когда нет возможности проконтролировать, и руководство пускает это на самотек. Ну, пришла налоговая, ну, допросила. Надо контролировать каждый приход инспектора, к нему прям надо приставлять человека, и пусть вот он, они могут вот куда угодно залезть, извиняюсь за выражение, да, то есть они самовольно начинают ходить, осмотры делать, фотографировать, фиксировать. Ну, зачем? Это нарушение процедуры, но в то же время вы это по итогу получите в качестве доказательственной базы, из которой уже очень сложно будет что-то сделать. Так, это основные моменты или еще есть какие-то проверки? Еще моменты. В ходе проверок, конечно, это взаимодействие с контрагентами. Очень часто подставляют контрагенты тем, что им налоговая направляет встречные запросы, да, будьте добры представить пакеты документов. Они спустя рукава к этому относятся и говорят, ой да, и не направляют. И дальше мы имеем в акте, что контрагент не подтвердил сделку, поэтому ее не было. Опять же трактуется, да, не ответ от контрагента воспринимается уже так? Отсутствием взаимоотношений, либо там еще и еще какими-то нехорошими вещами. Поэтому вот мы, сопровождая любую проверку, всегда выстраиваем диалог с контрагентом, контролируем запросы налоговые, прямо связываясь с инспекторами, кому запросили. В их интересах тоже, потому что инспекции, чтобы они получили ответы. Ну, им база нужна доказательственная. И мы прям контролируем всех наших контрагентов. Будьте добры, ответьте. Если вы не можете ответить, мы вам поможем, даже вот напечатаем ответ. Мы даже готовы вам ксерок свой предоставить, копируйте документы, да. Если вам там бумаги жалко, иногда ведь бывают объемы просто адские, которые запрашиваются, да, объемы документов. Вот. Это, конечно, общение с контрагентами, это общение с проверяющими тоже должно быть на всех стадиях. Обязательно реагировать на все требования, на все запросы пояснений. Это, как, вы знаете, в американских фильмах очень часто говорят, молчание может быть использовано, да. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вот в данном случае все, что вы не ответите, может быть использовано тоже против вас. Поэтому лучше реагировать. Скажите, пожалуйста, самые печальные последствия, судя по вашей практике, какие могут быть после этих выездных проверок? Ну, это же, конечно, мы получаем до начисления. До начисления. Конечно. Во-первых, на выездную проверку налоговый орган не выходит, не имея плана определенного, да, по до начислениям. Буквально пару недель назад мы встречались с предпринимателями здесь, с господином Смеховым, с руководителем у нас Управления федеральной службы, да, в Налинском районе проходила встреча предпринимателей. Вот мной был задан вопрос, что же делать с планами, поскольку инспекторы, выходя на предприятие, у них стоит план по до начислениям, мы это прекрасно знаем, да, пусть негласно. Но они об этом, во-первых, сами не стесняются говорить, что такой-то план, и нам надо кровь из носа. Слушай, вы сейчас большой секрет для кого-то раскрываете, да? Я думаю, что нет, я вам сейчас раскрою. Идут, у них есть сумма заранее, вот эту сумму они должны что-то нарыть, извините, для того, чтобы эту сумму до начислить. Потому что в ходе предпроверочного анализа эту сумму они уже себе обозначили, они определили каких-то рисковых контрагентов, да, что по каким-то причинам они не могли им услуги эти оказать, либо поставить товар, то есть выщелкиваются таким образом, да, цифры идут. И далее вот выходит, и нужно собрать доказательственную базу теперь уже, да, инспекторам. У них есть наработки, зарисовки. Проект акта, он всегда есть на стадии проверки. Проверки. Он уже есть. Я вот, естественно, здесь получается, что буду голословной, поскольку, ну, сами понимаете, доказательства представить этого мы не можем, но это такой общеизвестный факт. Потому что когда мы задали господину Смехову этот вопрос, он сказал, я вот готов поклясться, никаких планов не существует, да, но реакция предпринимателей в зале была очень бурной на это. Все сказали, давайте по-честному, мы все понимаем. Мы это понимаем, да, предприниматели это понимают. Они не осуждают налоговый орган, потому что всем прекрасно известно, зачем тратить трудовой ресурс пустую, если ты приходишь, и ты не знаешь, что тебя там ждет. Правильно? Это ведь работа, это инспекторов их не так много. Поэтому они, конечно, приходят уже в то предприятие, где вот они что-то видят. Скажите, пожалуйста, да, скажите, пожалуйста, как конкретному предпринимателю, предприятию, все-таки понять, осознать, что услуги сторонней юридической организации нужны при проведении выездной налоговой проверки, и какой комплекс услуг вы оказываете в данном случае? Что услуги нужны, это, конечно, определяет каждый предприниматель самостоятельно, насколько он подкован юридически, да, насколько, может быть, у него штат юристов укомплектован, которые разбираются в этом, да, то есть тогда, конечно, необходимости, может быть, и нет. Но, опять же, если бывают ситуации, зачастую мы работаем с компаниями, у которых есть и юротделы и прочее, но юристы занимаются своим делом, то есть они с налогами, ну, постольку, поскольку не... Бухгалтерии не хватает юридических знаний однозначно. Поэтому очень хорошо получается взаимодействовать с бухгалтерией клиента, когда, если мы налаживаем тесное сотрудничество, очень качественная работа получается. Сопровождение идет на всех этапах буквально, да, это и непосредственно встреча с налоговыми инспекторами и так далее. Мы получаем решение о проведении проверки, далее, соответственно, требования, мы контролируем все ответы на требования, проверяем комплектность документов, как я уже ранее сказала, работаем с контрагентами, сопровождаем работников на допросах, которые идут, поскольку это очень важно. Я, как и сказала, что насочинять могут очень много чего. Надо это контролировать, чтобы лишняя информация, не столько даже лишняя, сколько недостоверная информация, чтобы не попадала в эти протоколы, чтобы нам потом не надо было ходить это все, передопрашивать, оспаривать. Кроме того, естественно, это идет определенная защита от посягательств инспекторов на что-то большее, чем предусмотрено процедурой проверки. Заглянуть туда, куда инспектору... Да, да, куда заглядывать ей не надо. Нет у него таких полномочий. Нет полномочий. А результаты такого взаимодействия? Ну, скажем так, наши клиенты довольны. Благодарят, в общем, да, что оказали поддержку, помощь? Конечно, мы ведь, смотрите, налоговая сразу приходит и обозначает проблемные моменты. То есть они сразу запрашивают документы по проблемным моментам. Это 100% всегда так. Мы сразу видим, что какие нюансы. Все, что нам удается отстоять, конечно, клиенты нам благодарны. Тема начисления налогов, я, наверное, думаю, что это единственное, о чем мы успеем поговорить у нас 5 минут. Остается, насколько сейчас это актуально? Ну, это актуально. Это мы получаем после каждой проверки, мы в любом случае получаем доначисление. Нет проверок, которые бы закончились... Снятием претензий, да? Нет, такого не существует. В любом случае. Может быть, где-то, когда-то, да, бывали случаи, но там беспределили, наверное, товарищи из инспекции, их, скажем так, поставили на место определенным образом. Но это очень давно и, скажем так, для нашего времени уже не актуально. Сейчас доначисление всегда, даже если ты предпринял, грубо говоря, многие меры на стадии какого-то, на стадии самой проверки, предоставил вроде бы все налоговой инспекции, они все равно это впишут в акт. Но, слава богу, у нас кодексом предусмотрена процедура обжалования всех этих действий, да, мы можем подать возражения. Соответственно, защититься мы можем и после получения акта. Нам звонок сигнализирует, есть. Давайте примем, пожалуйста. Да, конечно. Да, наушники, пожалуйста, возьмите. Да. Сейчас Юлия Суханова, руководитель юридической компании «Цезарь Консалт». Слышите, да, Юля? Слышите мой голос? Вас слышу. Слышите, сейчас слушает, Илент. Алло, добрый день, как вас зовут в эфире? Здравствуйте, зовут Александр. Александр, буквально вот вам 30 секунд на то, чтобы вопрос задать, потому что времени очень немного. А у меня короткий на самом деле и простой, как мне кажется. Я нахожусь перед выбором открывать свой бизнес и лучше открыть ИП, на ваш взгляд, или ООО, где меньше рисков, меньше отчетности? Ну, здесь, Александр, добрый день, во-первых. Здесь все зависит от того, каким видом деятельности вы собираетесь заниматься, какие объемы у вас будут, обороты. Грузоперевозки. Ну, да, конкретизировать можете, да. Грузоперевозки, ну, на грузоперевозки тоже нужно смотреть объемы, количество автомобилей. Если вы будете такой магнат-магнат грузоперевозок, то тогда, да. А если один автомобиль... Ну, для начала можно начать с патента или с ЕНВД, скажем так. Вот ИП лучше открыть. Вот здесь, вы понимаете... Больше вводных, наверное, нужно, да? Конечно, здесь нужен подробный разговор, потому что, как и правильно здесь вам задали вопрос, все зависит от того, чего хотите-то в будущем, да. ИП, рисков у ИП больше, ООО меньше. Понял. Но, опять же, работать на ИП попроще чуть-чуть, чем на ООО. То есть тут надо все взвешивать, все за и против. Хорошо, спасибо. В общем, Александр, вам совет все-таки индивидуальную консультацию получить у специалистов компании «Цезарь Консал». Спасибо. Две минуты остается. Мы там немножко не договорили, да, о теме доначисления. Она актуальна. Сейчас с проверки мы не выходим. Я-то почему-то представлял себе, что можно вообще добиться того, что вопрос доначисления будет снят со стороны налогов. Этого возможно добиться на стадии оспаривания. Конечно. На стадии оспаривания очень часто мы выходим, мы отметаем какие-то претензии налоговых инспекторов. На стадии возражений, да, что мы доносим до руководителя инспекции, что, извините, но неправы ваши проверяющие, да, у нас вот этого нет момента. Второй этап – это управление уже федеральной налоговой службы, в которую мы тоже можем подать апелляционную жалобу и какие-то возражения снять на этой стадии. Но, естественно, все-таки вот в нашей стране большинство споров решается в судебном процессе. Как бы ни пытались ввести досудебное урегулирование споров, но если мы посмотрим статистику, то она в пользу судебных споров все-таки, чем в пользу. – А это все проистекает вот как раз из той позиции налоговой, о чем мы говорили в начале, что вы должны, вы должны все-таки. – Да, они, к сожалению… – Твердо стоят на своем все-таки. – Стоят на своем, иногда вот… – ФНС. – Ну вот зачем? Мы же все равно уйдем в суд. Вот нет и все. – А судебное разбирательство, насколько я понимаю, длятся не быстро все это происходит? – Это очень долго. Очень долго, конечно, да. И помимо этого это затратно еще для налогового органа, потому что если привлекают юристов на аутсерсинге, мы ведь берем денежные средства, которые в дальнейшем просто в качестве судебных расходов взыскиваются с бюджета. То есть страдает бюджет еще дополнительно. Хотя есть указания не выходить, сейчас, на беспроспективные проверки, но как-то оно до конца пока не исполняется. – Юля, остается буквально минута 30 секунд. Мы, разумеется, не успели еще поговорить много о чем, о чем планировали. – Да, надо, наверное, с вами еще встречаться и обсудить. – И физических лиц затронуть, конечно, безусловно. Но все-таки вот резюмируя сейчас наш разговор, ваши советы как специалиста? – Мои советы как специалиста – не мудрить с налогами сейчас, не то время, обращаться к профессионалам, поскольку очень сложно компаниям многим разобраться самостоятельно в тех или иных вопросах оптимизации, чего-то еще. Обращайтесь к специалистам, не читайте, что написано в интернете. Один тоже очень хороший совет не слушайте никогда, советы от налоговых инспекторов. Потому что, как показывает моя практика… – Даже если они ваши родственники? – Даже если они ваши родственники, даже если они ваши друзья, это еще хуже. – Бывает же такое, вот я спрошу у знакомого там хорошего, он в инспекции работает, службе, то есть… – А потом мы начинаем судиться. Поэтому обращайтесь к специалистам, с нас хотя бы вы можете в случае чего какие-то убытки потребовать, что ли, если мы вас неграмотно проконсультируем, что-то не так проведем. – Цезарь Консалт, озвучите, пожалуйста, координаты. – Да, юридическая фирма Цезарь Консалт, мы находимся на Горьково, 5, в 703-м офисе, телефон 267-887, либо же федеральный телефон 8800-777-86, сайт в интернете 3w.cesary43.ru. Ну и, в принципе, в мессенджерах где-то еще вы нас тоже сможете всегда найти. – Главное запомнить название Цезарь Консалт. Как долго вы уже занимаетесь помощью, так скажем, налогоплательщикам? – На территории Кировской области с 2012 года. – Ну, 6 лет в этом году. – Я как специалист, естественно, работаю гораздо дольше в этой сфере. – Спасибо. Очень надеюсь, что мы еще будем такие просветительские программы устраивать, в том числе и по теме налоговой. Юлия Суханова, руководитель юридической компании «Цезарь Консалт». Наше время так быстро уже истекло. Всего доброго. До свидания. – Спасибо. Всего доброго. Крупный план. Крупный план «Цезарь Консалт»